всем привет итак сезон благополучно закончен мотоцикл поставлен на прикол я сейчас заводил надо было кое-что проверить вот в этой зоне зоне воздушного фильтра именно вот этот вот датчик маленько смазал который подтягивает заслонку на холостых оборотах но ладно это сейчас речь не о том хочу немножко рассказать про консерванцию мотоцикла о том как вижу ее именно вот я про условия в которых техника хранится ну и зависимости от этих условий как мотоциклы следует или не следует консервировать это как бы просто мое видение мое мнение поэтому если вы делаете как-то по-другому или не делаете так это ваше право поэтому консервация представляет собой защиту мотоцикла на зимний период от неблагоприятных каких-то факторов допустим вы ставите мотоцикл в гараж на зиму гараж неотапливаемый или отапливаемый или вообще вот мотоцикл может стоит на улице не дай бог может быть в каком-то ангаре стоит мотоцикл тем не менее у меня мотоцикл хранится в гараже гараж у меня с печным отоплением но за стенкой у меня есть хороший сосед который зимой у себя там не топит а у него там стоит водяной боли и даже самые лютые морозы в гараже в кирпичном в этом не опускает температура ниже 2 минус 5 градусов даже с мороза когда заходишь в гараж тепло что делаю я с мотоциклом на зиму да ничего не делаю вообще ничего не делаю максимум что я делаю снимаю аккумулятор я не заливаю полный бак бензина я не обрызгиваю силиконом какие-то резиновые детали хотя может быть стоило делать может быть я за зиму пару раз протрую протираю кожаные там элемент там кофры может быть протру там маслом там или еще какой-нибудь жижи специально для кожи или для кожи заменить на сиденье протру спинку протру а так я не делаю с ним практически ничего кто-то обливает колеса силиконом кто-то обливает виски силиконом чтобы они нержавели кто-то подвешивает мотоцикл на подъемнике чтобы он как бы колеса не касались земли чтоб подвески были в расслабленном состоянии нет этого ничего не делаю но это в данной ситуации до этого мотоцикла у меня было suzuki volusia и хранил я ее один год у своего хорошего знакомого в гараже гараж собой представляет металлический контейнер и вот зимой я помню когда затапливаешь печку у тебя начинает вода стекать вот он стекает где-то вот 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 до сюда стекает а потом она просто вот здесь вот внизу все превращается в лед превращается из-за того что я вот здесь вот как-то прогрелась а здесь еще все холодное и когда я уходил бывало что лед даже до сих пор вот здесь вот стоял конечно это очень неблагоприятные условия для хранения мотоцикла в принципе если ставишь мотоцикл на зиму в холодное место даже там до уличной температурой как бы можешь облить силиконом можно еще там что-то сделать залить полный бак бензина но полный бак бензин заливается для чего заливается для того чтобы не было конденсатор конденсат у нас образовывается при перепаде температур если перепады температур нет то есть температура у тебя в начале зимы плавненько опустилась и все зимы держит но весной поднялась кажется весь ты зальешь полный бак бензина ничего плохого не случится если залившего стабилизатором и перед этим еще мотор погреешь чтобы стабилизатор попал в топливную систему то это будет вообще замечательно я же говорю я этого ничего не делаю и по весне как правило у меня проблем с запуском нету что еще можно сказать если зимой вот вы храните мотоцикл именно в неблагоприятных самых худших условиях это когда вот как я обрисовал что он хранится в гараже в котором температура такая же как на улице ни в коем случае у не заводить вот в лютые морозы вот если вот прям вот нету такой потребности там лучше подождите чтобы более-менее тепло было или затопите хотя бы печку чтобы как-то прогрелся мотоцикл потому что если вы зимой будете заводить мотоцикл и вы представьте себе какие у вас перепады в двигатель двигатель холодный тут он начинает греться в моторе образовывается получается конденсат после остановки и стоит мотоцикл стоит мотор и вся эта вода стекает масло и получается вот уже масло не совсем как бы чистое а получается ему кстати по поводу масла кто-то рекомендует на зиму менять масло ставить его вот замененным маслом и весной менять масло это вот считают некоторые товарищи прям идеальными условиями что мол в масле образовываются некий осадок который выпадает на поддон да там или в картер в зависимости там от масляной системы и уже из-за этого как бы не рекомендуется ставить мотоцикл на зиму маслом которое у тебя прошло сезон и в нем уже приличная там часть образовалась частичек там может быть там какие-то птички металла все это за зимой сюда это весной это все бодренько вся этот весь гудрон ты заводишь или вот он попадает мотор с этим я спорить не буду может быть это так но еще раз я ни на одном из мотоциклов это не делаю у меня был и жак ну и жак кто-то все неприхотливые у меня была валюте и у меня есть вот сейчас мотоцикл harley-дэвидсон и вот с ним я тоже такое ничего делать я не включаю что там образовывается осадок что все это там очень плохо что я весной заведу вся эта жижа но это harley конечно на зиму одеваю варежки на глушители просто творишь вот я беру обычную брезинтовую варежку и одеваю на глушитель на их не одеваю для того чтобы там что-то внутреннего пола нет это чтобы во время зимы концы глушителей не были поцарапаны потому что я тут ни один гараже это гараж отца и мало ли он что-то будет делать мало ли я что-то буду делать и может что-то попасть также на зиму некоторые лкп лодками покрывают это тоже принципе я думаю что неплохо это лучше чем ничего chrome натирают чтобы тоже ну как-то защищенная говорю все вот губительное воздействие как мне кажется оказывают перепады температур вот у вас был минус 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 за минус 20 раз потеплело там до минус до плюс там 15 плюс 16 в гараже и вот тогда да у тебя начинает образовываться конденсат везде где только можно у тебя образуется снаружи внутри на хроме вот здесь и конденсат как бы ты там не тряс ты его не протрешь и не удалишь и он у тебя как бы все равно где-то останет в итоге некоторые затыкают глушители на зиму тряпками тоже в принципе неплохо не знаю что это дает некоторые под свечи но не знаю это вот старый режим на мотоцикл это жак он такой сделал но я делал так один раз да я устал на длительную стоянку номер стоял четыре с половиной года в гараже есть видос где мы его запускаем после вот этой консервации заливают выворачивать вещи заливают под свечи масло несколько раз проворачивают цилиндропоршневую группу там на передаче или кикстартером может быть электростартером и заворачивают свечи обратно чтобы цилиндры были смазаны маслом ну может быть это неплохо но весной мне кажется заставить некоторые неприятности придется поводить я вот этого ничего не делаю может быть я ленивый хотя на самом деле не так но я не настолько трясусь на мотоциклом я не обливаю диски тормозные там силиконом я силиконом максимум что я сделал силиконом обрызгал новая покрышка у меня лежит обрызгал и стянул ее в подвал в подвале там всегда ноль и летом и зимой пускай она там лежит а в силиконе на ну-ка так спокойнее я ремень также как бы с ним ничего не делаю не обливаю телефоном не вывешиваю ничего в общем как-то так ну а про аккумулятор значит как я уже сказал я снимаю аккумулятор всегда снимаю аккумулятор храню его в гараже игры в гараже у меня температура не опускается ниже минус 5 минус 2 градусов но когда мы здесь подтапливаем то здесь принципе зимой где-то стабильно вот после ухода там если регулярно топить то температура ниже наверное плюс 4 2 не опускается аккумулятор я оставляю в гараже домой вы не ношу из-за того что температура ниже меньше происходит процесс тульфатации когда пластины всяким добром покрываются нежелательным чтобы ничего не коротнула там я аккумулятор раз в месяц заряжаем у меня аккумулятор хороший в принципе я когда ставлю зарядки через 5 минут уже за зеленый лампиком зарядным горит и аккумулятор у меня пока не на этом все если вам было интересно продолжайте следить за каналом всем спасибо за внимание всем пока